Началась, как только предприниматель замечает пропажу. Сумка с полутора миллионами рублей на бежевом минивене за несколько секунд скрывается из вида. Где сумка? Ушла, ушла, ушел. Вадим. Но просто так расставаться с деньгами их хозяин не намерит. Что здесь деньги? Удивительно, но в своем желании поймать преступников коммерсант был не одинок. Помимо него иномарку бросился догонять свидетель случившегося. Попытался обойти, не вышло. Возьми вас в другой, что-то! Старенькая иномарка явно проигрывала в скорости. Да и оторваться сразу от двух преследователей куда сложнее. Злоумышленники это прекрасно понимали и решают избавиться от похищенной сумки. В общем-то, на этом погоня могла закончиться, но хозяин барсетки не заметил, как ее выбросили. За пару минут водитель бежевого минивена, кажется, нарушил все возможные правила. Несколько раз выскакивал на тротуар, ехал по встречке, пролетал на красный сигнал светофора. После очередного опасного маневра коммерсант понял, что придется действовать жестче. Минивен занесло в сторону, но водителю удалось выровнять руль. Через несколько секунд бизнесмен повторил таран. Потом еще и еще от ударов бампер иномарки лопнул и повис. Но злоумышленники останавливаться и не думали. Могли люди пострадать, потому что впереди идущая машина с преступниками в принципе не планировала нигде снова. Но у нее была цель скрыться от меня. В конце концов, минивену удалось оторваться от преследования. В этот момент предприниматель заметил в потоке патрульную машину. У меня сумку гонит на МАЗе без номеров. Я ему в *** разнес. Полицейские присоединились к погоне и на ближайшем посту ДПС Александра обрадовали. Водителя и пассажира бежевой иномарки задержали. Задержанные в момент погони, видимо, настолько перепугались. Они выбросили мою сумку в принципе со всеми вещами, которые там находились, не взяв из нее ничего. Скинули, да, скинули. Прямо на проезжую часть. Барсетку с деньгами прямо в полицейский участок привезли очевидцы. Не пропало ни копейки. Можно сказать, что не считая вмятин на машине, предприниматель вышел из ситуации с минимальными потерями. Роман Игонин, Алексей Берулев, Дарья Милитенкова, НТВ.